Добрый день. Как-то в интернет обсуждениях некто обратился ко мне и говорит, ну это же согласованная картина мира. Она согласованная и в ней все уложено. И это должно быть именно вот так, как в этой согласованной картине мира. А какая у вас есть? Ваша, наверное, не согласованная. Ну и мне пришлось на скорую руку быстренько набросать, как я себе представляю, согласованность картины мира философа. Ну или, скажем, философствующего. И я сейчас зачитаю короткий текст. Я набросал пять уровней согласования. Какие могут быть пять уровней? Первый уровень – блаженный. Установки не вербализируются и поэтому не могут вступать в противоречия. Ощущается полная гармония. Сначала зачитаю, а потом разъясню. Второе. Кстати, блаженный очень редкий тип согласования картины мира. Второе. Наивные. Установки формулируются, но локально, по ситуации, что вижу, то и пою. И поэтому слова никогда не вступают в конфликт с делом. Слова в кавычках, конфликт с делом в кавычках. Констатируется безграничная уверенность в своей правоте. Третий уровень – логический, теоретический. Делается попытка связать вербализированные установки в единую логическую систему. Но, как и любой развернутой теории, на ее границах возникают проблемы с плохим согласованием установок. Но эти расхождения трактуются лишь как временные трудности, поскольку исходная логичность теории воспринимается и предъявляется ее авторам как обоснование безусловной верности. Четвертый уровень – релятивистский. Осознается, что любая формализованная картина мира, философская система, не может быть внутренне согласованной и представляет собой лишь одну из точек зрения, один из многих подходов к описанию, одну из множеств возможных проекций мира. Понимается относительность любого знания, ограниченность его рамками конкретной системы, утверждается приоритет понимания перед знанием. Извиняюсь, у меня погас почему-то. Ну ладно, да. Утверждается приоритет понимания над знанием в частных. И для достижения полного понимания предполагается прохождение различных точек зрения по очереди и принимание различных точек зрения, различных проекций. Ну и пятая позиция – это мудрая или просветленная. Когда опять теряются слова, человек ничего не знает, но может ответить на любой вопрос. Значит, я уже сказал, что первая блаженная, довольно редкая ситуация, когда человек ничего не формулирует, ничего не знает, у него все согласовано априори, поскольку он принимает все как есть, и никаких противоречий у него в принципе быть не может, потому что он ничего не формулирует. Наиболее интересна вторая позиция – это наивная. Когда человек видит нечто, называет это нечто, описывает. Вот я вижу микрофон, а потом смотрит на микрофон – о, это микрофон! То, что я сказал об этом микрофоне, совпадает с тем, что я вижу. Что вижу, то и пою. И вот это вот соответствие, что бы он ни сказал, этот человек, и он видит, он сказал то, что он видит, и он воспринимает это за абсолютную истину. Это самые уверенные бойцы на интернет. То, как хотел об этом. Да, это самые-самые распространенные. То есть человек не имеет никаких логических теорий, ничего, но он уверен в своей правоте на непосредственном уровне. Он сформулировал, то есть он нечто думает, сказал об этом, что он думает, и сам удивился, а как это мои слова совпали с тем, что я думаю. Значит, мои слова правильные, если они совпали с тем, что я думаю. Более редкие бойцы на интернет-фронте – это теоретики, приверженцы логического подхода. Может быть, остановимся, разберем первые два пункта. Мне кажется, они взаимосвязаны. А как ты считаешь, откуда внутренняя убежденность берется? Это важно. Я уж тоже слышал. Но мы там что-то не тролли. Вот. Нет, не о троллинге. То есть, скажем так, мы говорим, прежде всего, о философствующих. То есть, когда человек… Почему? О всех людях. Ну, скажем так, когда речь идет о дереве за домом, и человек утверждает, что там есть дерево за домом, то можно пойти и проверить, стоит оно или нет. Но когда человек говорит, что сознание – это вот это и вот это только, мы не можем пойти и проверить. То есть, у него есть в голове свое представление, некое понятие о сознании. Он формулирует текст об этом. Говорит, что это есть то-то и то-то. Естественно, он не может сформулировать ничего, кроме того, что у него есть в голове. И вот это совпадение для него удивительно. А как это так получилось? И вот мое понятие, и я о нем сказал, и слова совпали с тем, что я понимаю. Значит, это истинно? Вот это совпадение. То есть, обычно люди… Формулируют, что такое истинность? Это совпадение суждения с предметом. Но поскольку предмет там у него в голове в самой, то это совпадение автоматом получается. Но он принимает, то есть, когда он сказал про дерево, и за домом дерево, пошел проверил, да, действительно, за домом дерево. Он говорит, о, я истину сказал, истину сказал. Ну, а если считать, что, как я считаю, что истина – это совпадение с картиной мира? А у него картина мира в голове, это и у него автоматическое совпадение получается. Ну, у него, ее нету, или она разорванная, картина мира? А это не важно. Он не осознает. То есть, он на этих уровнях не стремится иметь какую-то более-менее выстроенную... Не стремятся. Локальное, то есть, вот я вот сейчас вот вижу вот это пятно, я его называю, то, что я сказал, совпало с тем, что я вижу, истинно. И человеку часто очень, перейдя в соседнюю ветку спора, будет говорить с той же уверенностью о другом, что он не согласуется с тем, что он говорил раньше. Но он не понимает этой несогласованности, потому что он не удосуживается делать логические связки между двумя разными высказываниями. Он считает это истинным и это высказывание, и это высказывание только по факту наивного веры в то, что достаточно сказать, что я думаю, и это будет истинно. Особенно, если касается философских проблем, потому что тот предмет, которому высказывается, он у него в голове. И мы убедить его в обратном не можем, потому что мы не можем заползти на него в голову и сказать «нет, ты не то видишь, ну как же ты не то? Я вижу вот то, что я вижу, то я и говорю». На следующем уровне происходит именно согласование различных точек зрения, не точек зрения, а различных сказанных суждений в разных местах. Человек ищет логические связки. Он начинает формулировать для себя какие-то априорные основания, из чего он делает логический вывод, и начинает строить логический вывод. И он говорит «вот это логически согласуется с этим, с этим, с этим, я это вывел. Если я это вывел, это истинно». То есть и когда человеку говорит, он говорит «а вы хотите доказать, что это не истинно? Покажите, где логическая ошибка». Где логическая ошибка? Нет логической ошибки, значит это истинно, значит я прав. А представить, что можно исходить из совершенно других оснований, что можно посмотреть совершенно с другой точки зрения, можно вести другую терминологию, другую понятийную сетку и построить точно такую же логическую истинную теорию на этом месте, вот это уже трудно, не дано. И когда человек начинает понимать, что действительно и у Васи, и у Пети, и у Гриши логические теории на этом предмете, и у того и того истинные, они логически истинные, то скорее всего предположить, что не кто-то один из них прав, а каждый просто смотрит с разных точек зрения, и человек приходит к релятивизму. Он понимает, что ни одна логическая система, да, я еще в предыдущей логической системе не сказал, что логическая истинность достигается только на некотором ядре, в некотором, с того человек начинает рассуждать, когда он приходит к каким-то граничным позициям, то есть он начинает рассуждать одной точке в одну сторону и в другую сторону, вот, эта цепочка логической истины получается, и эта логическая истина, но не факт, что к тому, что он приходит, будет согласовано, и чаще всего мы видим на ограниченных каких-то позициях философские системы всегда противоречивы, то есть мы можем додумать некую мысль Канта в одну сторону и какую-то другую мысль в другой стороны, придем к противоположным заключениям, так и у Гегеля, и у всех, и в принципе, всегда, всегда... Но Гегель тут не образец. Ну не образец, я говорю... Вообще бы у Гегеля не было противоречия. В любом случае всегда будут противоречия, и это противоречие, оно значит не то, что человек ошибся, оно не значит не то, что он выбрал неправильную точку зрения, это не значит не то, что он выбрал неправильные аксиматические прерывные основания, это значит только то, что одна логическая система не может покрыть всю область, не может. То есть наш мир настолько сложен и многообразен, что такое логическая теория? Это линейка. Вот я приложил линейку, и вот на этом уровне я измерил, все пошло. А дальше нужно ее перекладывать вот так вот. И построить единую... То есть по одной линейке не измеришь все. То есть наш кривой мир. То есть мы можем сказать, что в данном случае справедлива теория Гегеля. О непротиворечивости или неполноте. Да. Равно. Вот тут есть один момент очень интересный. Вот некоторые считают, что теории Гегеля, они доказаны для определенного языка. Ну для арифметики, да. Ну, скажем, грубо говоря, для арифметики, вот. И вообще это дело математиков, и к нашей жизни, и тем более к нашему языку, это не имеет отношения. И прочее, и прочее. Вот. Ну, на мой взгляд, да. К тому, что это мнение очень распространено, старались и сами математики. Ну, потому что, когда вот это все вышло на уровень общественного мнения, все же так испугались. Как же так? Ведь в начале века все стремились построить логичные теории всего, то есть описывающие мир полностью. И все были убеждены, что это возможно. И тут раз, а входит так вот. Вот. И как-то это все воспринималось рассказать философствующей Братии. В общем, даже негативно. Поэтому математики вот облехаются. На самом же деле, мне кажется, тут проблема немножко в другом. Легко доказать, что всякая теория, она вот или не противоречила, или не полна. Ну, в некотором смысле повторив рассуждение о Гёделе просто для языка. Я это не сам придумал, а это я слышал от одного хорошего математика. Но вкратце. Я не буду рассказывать все доказательства. Ну, допустим, вот Александр построил очень убедительно логическую, на таких аподектически достоверных основаниях, то есть аксиомах, логическую теорию. И он читает, что она непротиворечива и полна. То есть полностью описывает наш мир. И причем эта теория у него излагается на самом обычном русском языке. Ну, допустим, я так не представляю. О русском языке. Ну, может подумать, что я так... Я знаю, что это от 65 группы. Ну, допустим. Четвертый. Четвертый. Ну, допустим. И тогда я говорю, вот Александр, слушай, а вот такое предложение. Как ты его объясняешь? Это предложение не описывается в твоей системе, не входит в твою систему. Вот. Если это верно, значит, твоя теория не по-моему. А если... Я не могу описать. А если это верно, то значит... Ну, противоречива. Твоя теория противоречива. Вот. Вот и все. Ну, это понятно. То есть, в принципе... Все основаны, но... Секундочку. Я еще не закончил эту мысль. Это все пока примитивное рассуждение. А у сложности начинается... Следующий. В математике ты используешь не один язык. Вот. В математике есть даже такое понятие, депутация, да, в разных языках. Что касается арифметики, там, кроме языка арифметики, есть язык... Мета-язык. То есть, ну, самый обычный наш язык. С точки зрения которого мы интерпретируем полученные в арифметике результаты. А мы что там получили у Гёделя, да? Что вот это предложение, вот оно противоречиво... С чем? С нашими представлениями об истине. И поэтому по Гёделю это предложение, то есть, эту формулу, которая выведена в догадательстве, нужно просто положить аксиомой. И таким образом оставить математику непротивлечивой. То есть, когда математика наращивается в процессе, грубо говоря, в процессе функционирования арифметики, если я сказал математика, я не прав. Я говорю только об арифметике. В процессе функционирования арифметики могут получаться разные бякости, вот такие, грубо говоря, противоречивые с точки зрения того, если смотреть на арифметику сверху, с нашей точки зрения, с точки зрения нашего обычного языка. И тогда эти бяки мы называем аксиомами. То есть, в арифметике как бы не только аксиомы пи-ан, но неизбежно должны получаться еще будущие аксиомы там заложены. Для того, чтобы арифметика оставалась непротиворечивой. То есть, арифметика как бы наращивается в процессе своего функционирования. Так, так в чем сложность? Сложность в том, что вот появляется мета-язык. А если мы разговариваем просто на русском языке, значит, как бы имеем дело только с одним языком, то вообще имеет смысл понятия полноте? Нет, нас интересует и язык, и теория философии. То есть, мы поговорим, что есть философская теория. На русском языке. Да, но мы понимаем, что язык русский богаче философского языка. И получается так, что философская теория по своей сути, по своему определению должна быть полна. Автор ее претендует на полноту теории понасторождающей, я бы хотел писать весь мир. Но при этом она требует язык, который лежит вне этой теории, внешний ее мета-язык. Поэтому она даже по этому не может быть полна. То есть, всегда после того, как философ поставил последнюю точку, есть еще некий мета-язык, который может сказать, а еще вот это. И поэтому, в любом случае, любая философская теория не может быть полна и непротиворечива, просто потому что она претендует на полноту, но не может быть как по полной непротиворечивой. Ну, можно привлекать Гёделя, можно не привлекать, но Гёделя как бы намекает на то, что любой человек, который утверждает, что я сейчас построю непротиворечивую и полную теорию всего, потерпит крах. Нет, Гёделя, конечно, в нашем разговоре это только намек. Намек, это только намек. А в реальной истории, вот я просто постарался немножко изучить этот вопрос, в реальной истории, конечно, это был шок. И вот то, что мы говорим, когда это, середина 30-х годов, да, Тярина и Гёделя? 20-х, наверное, значит. Нет, нет, нет. 30-х. 30-х. Николин 20-х, нет? Нет, чуть попозже, да. 30-х, да. Вот, середина где-то примерно, 33-х, вот так вот, да. А это ещё в то время было, пока это там математика, это узкая группа, там и всё такое прочее. Потом война, потом другие заботы. А как это до философствующей братьев докатилось, вот и начался постмодернист. То есть, вся концепция модерна, то есть, рационального мышления, который допускал существование только единственной истины, да, добываемой разумом, она пришла в тупик. И вот мы в этом тупике как-то пытаемся жить дальше. И, видимо, вот это вот твой четвёртый пункт. Вот, четвёртый, значит, четвёртый пункт подразумевает, что, как я изначально говорил, мир гораздо сложнее любой нашей теории. Это некая, у меня образ был такой, некая сложная-сложная, многомерная деталь. И любая теория — это лишь проекция. И по этой проекции мы что-то можем сказать об этой детали? Да, можем. Можем поставить полное представление об этой детали? Нет, не можем. Значит, мы должны эту проекцию взять, эту проекцию, эту проекцию. То есть, множество теорий. То есть, мы для того, чтобы получить, скажем, полноту философского понимания, хоть чего-то, недостаточно взять, изучить то, как Гигеля, скажем. Или сесть за Кант и вычислить Канта. И сейчас уже даже наблюдается в общей среде просвещенного Люда, что нет откровенных Гигелянцев, Кантианцев, Платоников, Неоплатоников. Кто-то предпочитает, конечно, но, в принципе, все знают всё и готовы рассуждать на многих языках. Это вот релятивистский подход, который утверждает, что каждая теория ограничена, даёт некий взгляд, некий срез, некую проекцию. Хочешь получить большего, изучай другие проекции. И становись, не просто изучай, а становись в позицию. Становись в позицию. Хочешь, посмотри с религиозной позиции. С этой позиции встань и увидишь, что будет видно. И тогда цель познания смещается. То есть цель познания на предыдущем уровне построить теорию. Построить теорию. Я буду гений, я построю новую теорию, которая всё объяснит. Здесь цель познания сходит в то, что я хочу получить наиболее полное понимание. Не знание, а понимание получить. Я, может, не смогу их выразить полностью, но я могу их выразить на этом языке, на языке Гегель, я могу на языке Канта выразить, на языке Платона выразить это. Для выражения нужна какая-то проекция. Для выражения нужен какой-то язык, нужна какая-то теория. Но понимание, понимание, оно постепенно уходит в саму центр, к самой детали, ты её понимаешь. Но сказать можно только в проекциях. Но для того, чтобы это понять, нужно пройти все проекции. Вот. Ну и пятый уровень, последний, пятый уровень у меня, когда оборвалось, да, мудрый, просветлённый, возврат к непосредственному, без вербализации, восприятию, не к деятельному, а значит, непротиворечивому существованию, принятию всех точек зрения, как частных моментов единого понимания. По сути, это возврат к первому пункту, к блаженному существованию, но и там, и там нет знания. И в первом пункте нет знания, и в последнем нет пункте знания. Потому что мудрый не хранит знания, он его генерирует по необходимости. Потом задали вопрос, он ответил, без разницы. С какой точки был, с какой позиции был дан вопрос. Но мудрецов, просветлённых, не так много на планете. Кстати, не так много и на четвёртом уровне, кто бы могли понимать. Большинство, конечно, профессиональных людей существует на третьем, уверены в возможности построения некой теории. Либо даже, может, они сомневаются, что их теория будет абсолютной. То есть есть философы, я знаю, что они уперты в свою теорию, они её строят, строят. Хотя я вижу, что они сами немножко сомневаются, но они не могут себе даже признаться в том, что они сомневаются. Потому что они должны сделать дело своей жизни, построить теорию. Да, ну, судя по тому, что мой основной концепт называется концепт абсолютного релятивизма, я пребываю на четвёртом уровне, пытаюсь пребывать. — Ну, стремишься к просветлению? — Когда я писал «Темпоральность и философия абсолютного релятивизма», я изучал все трансреальные практики, то есть я называю трансреальные, слово такое придумываю, чтобы не писать эзотерические, буддизм. Очень долго изучал, чуть-чуть даже где-то до практики, и в какой-то момент у меня крышу чуть не снесло. То есть я где-то понял, что это такое, и под всем этим впечатлением написал четвёртую главу книги, которая состоит из просветлённых текстов, которые специалисты, когда я их публиковал, я у Лотоса на сайте публиковал эти тексты, они говорили, что человек понимает, да знает. Хотя, по большому счёту, они были только чуть-чуть приближены по внутреннему такому пониманию, но были сконструированы на основе темпоральной логики, которая позволяла их конструировать всё-таки рациональным, во многом рациональным путём конструировать. То есть их можно конструировать, но не у всех получается. Ты про глубокий узор с разрывом не слышал? Я выкладывал ролик. Ну, да, 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 да. Ну, слушай, вот тут у меня есть, конечно, некоторые возражения. Ну, давай пятого пункта касаться не будем, это отдельный разговор, видимо. А вот насчёт четвёртого, на котором ты находишься, понимаешь, что значит равнозначная теория? Что значит проекция? Они равнозначны... Не всякая теория такая, достаточно удобная проекция. Вот я отвечу, что значит. Они содержательно неравнозначны. Естественно, что если я возьму этот листок, сделаю проекцию вот такую, на которой текст родится, и вот такую проекцию, да, это будет проекция. Вот с этой позиции я не пойму, что это лист. Это может быть и глыба какая-то, да. С этой позиции я пойму, что это лист. То есть они равнозначны с точки зрения, как бы, нет выделенной. Но то, что с одной мы берем какую-то деталь, и есть одна проекция, по которой ты сразу понимаешь, ах, это вот карбюратор, да. А где карбюратор может повернуть так, что ты будешь сказать, а что же это такое? Вообще непонятно, да. Поэтому естественно, что есть теория, по которой более понятильные, насыщенные, а есть менее понятильные, насыщенные. Но среди них нет той, одной, единственной выделенной, которая скажет, о, это единственная выделенная теория, по которой всё видно. А так они не имеют. Не очень вразумительно ответил. А видимо, вразумительно и нельзя ответить в такой постановке вопрос. Я бы говорил так, есть разные теории, есть разные точки взгляда на мир. Вот настроил, раз, два, три. Вот все они казалось бы разными. Но если я со своей точки зрения вижу то, что видишь ты, и вижу то, что видишь ты, и еще кое-что, значит я круче. Извините. Стоп, стоп. Если я могу объяснить, почему ты так видишь и почему ты так видишь. Стоп, речь идет не о том, что видишь, а обладаешь теорией. Мы говорим о теории. Это и есть мировоззрение. Я же говорю не о мировоззрении человека, насколько оно отдельного человека, а о теории. Что, скажем так, отдельная теория не может включать никакое мировоззрение целиком. Даже одного человека она не может включить мировоззрение. Естественно, у тебя будет более обширное мировоззрение, чем любые взятые теории. Единственное, что есть люди, которые считают, что их теория отражает их мировоззрение, и их теория единственная. То есть это вот и про них третий уровень. На четвертом уровне, да, человек может даже не иметь собственной теории. Но если он прошелся по всем теориям и понимает и гегелянство, и квантианство, и платоника, он еще не находится на пятом. Но он, вероятно, на четвертом. Я сам сказал, что мы сейчас говорим о философии. То есть ты считаешь, что у Гегеля было еще какое-то другое мировоззрение? У Гегеля не было. Кроме гегельянства? Нет, у Гегеля на третьем уровне. То есть до сих пор вся философия, все философы, практически... Ну, можно сказать, Вильгельштейн, он прошел некий путь. Нельзя разделять философию более-менее глубокого философа и его мировоззрение. Это одно и то же. Я бы сказал, что и жизнь, как у Сократа. Понимаешь, да? Это уж мы не будем опускаться до обычного человека, который читал книжки. Хотя к этому просто читал Канта и Гегеля. Он, может, вообще ничего не понял. Хотя, с другой стороны, то, что ты рассказал нам, это же относится отнюдь не только к философу. Это градация вообще самого обычного человека. Ну, мировоззренческие позиции. Мировоззренческие позиции. Ну, это не касается формальных каких-то познаний, ну, типа физики. То есть там немножко иное. А мировоззренческие, что касается этических, статических, политических, общимировоззренческих. Вот есть мировоззрение Укра, есть мировоззрение Ватника. Понимаешь, и причем противоречие себе, я скажу, что ведь с точки зрения Ватника, Укра вообще смешные и убоги. Мы же все объясняем, правильно? Что там творится. Мы можем объяснить? Объясняем. Очень убедительно. Да, убедительно. Убедительно. Самое смешное, что и они могут объяснить. Могут сделать. Почему Ватники такие дубые? Понимаешь, у них есть ли это ответ? По поводу мировоззрения... Ну, так как? Я не совсем согласен, что у Канта, у Гегеля и философия тождественное мировоззрение. Все-таки любой философ в конечном итоге понимает, что чего-то ему в теории не удалось реализовать. Что он понимает что-то большее, чем его теория. Вот именно теоретическое. То есть, не думаю, что Платин, умирая, думаю, что вот я написал, и это я изложил полностью свое мировоззрение. Там всегда мировоззрение богаче теории, теоретического концепта. Вот логически замкнутого. Они соответствуют. Да, поэтому и жизнь богаче теории, и мировоззрение богаче теории. То есть, явно это не блаженный, наверное, поближе уже к мудрецу, поскольку теоретическая сторона его и не волновала. Это, наверное, вот просветленность, ум. Ну, хотя он был логический ум. Логический. Согласно. Ну, так вот, еще один момент я бы хотел оттенить. Мне кажется, все же, что человек привык жить с одной истиной. Проще. Конечно. Это как-то привычное, да? Конечно. Более полное. Я бы сказал, что это даже нетерпимо, иметь несколько истин. Нет, абсолютно нетерпимо. Поэтому, с точки зрения нормального человека, естественно, иметь какую-то более-менее полную, да, ему понятную картину мира. И, собственно, вот идентичность человека, она определяется вот его картиной мира, которая все время пополняется, естественно. Но пополнение это происходит не быстро, медленно, да? Можно, допустим, украинцев превратить в округ. И часто неосознанно. Человек даже не дает себе отчет, что у него спрошло смещение. А вот если очень резко, как это случилось на Донбассе, да, они как-то жили вот своей жизнью более-менее. Ну, смеялись над тем, что происходит западнее. И вдруг резко бабах, и они поняли, что надо резко меняться. И вот тут случился такой серьезный конфликт. И он не мог не случиться, да? Потому что нельзя иметь две истины человеку. Неестественно это. Слишком большие мозговые затраты. Поэтому, чем я хочу вот мысль-то закончить? А тем, что человек неизбежно будет стремиться к самой полной и логичной картине мира. Да? В своих стремлениях. Более того, поскольку две истины, они невозможны, то различие в картинах мира, оно неизбежно будет прилетать антагонистический характер. Понимаешь? Но невозможно, чтобы и я был прав, и ты был прав. А последствия касаются серьезных вещей. Невозможно. И поэтому вот тут-то и вспоминается вот этот мой любимый Карл Шмидт, который говорил, что политика начинается тогда, когда появляется экзистенциональная вражда. Это борьба уже не на жизнь, а на смерть. Вот в чем неприятность. Давай для завершения интерпретируем вот эту тему в пяти пунктах. Для блаженного одна истина, и это весь мир, его существование, его существование в этом мире. Не возникает никаких конфликтов, это полная гармония. Для наивного познающего у него в принципе одна истина, но локальная. И не факт, что в разное время, в разных местах она совпадает. Но он уверен в данный момент абсолютной истинности в том, что он видит и говорит. И она одна тоже. И когда он думает о том, что истина две, то вторая – это не его вторая, а оппонента. Он свое ощущает как единственное относительно остальных. Теретизирующий логический ум интерпретирует истинную как доказанную логическую. Вот что логическую он выявил, что получилось, если это совпало с расчетами, с его выводом. И его картину, он картину мира строит логическую, и это подтверждает ее истинность. Вот если он сумел себе доказать, из этого вот это получилось, из этого этого получилось. А это все согласуется так. Он построил, и это высочайшее блаженство. Значит, это истина потому, что это доказано. Логика и доказано. Сложнее, конечно, реструктивистской позиции с истиной быть. Человек начинает понимать, что истин много. И у этого истина своя, потому что истина его позиция. И у этого истина своя, потому что это истина той позиции. Вот. И как оперировать, то есть, либо подстраиваться под разговоры с каждым человеком под его истину, под его терминологию, под его теорию. Ну, наверное, так. При изверженности подстраиваться можно. Да. Дело в том, что здесь есть разница между плюрализмом и релятивизмом. Вот плюрализм, это я только допускаю, что у тебя есть истина, да? А релятивист, если он действительно релятивист, он должен встать на твою позицию и с тобой рассуждать. Был у меня такая игра, был у меня сайт «Есть спор», и для того, чтобы его раскручивать, там подразумевались разные позиции, я зарегистрировался под двумя никами, там, тремя никами, и вел споры сам с собой. И самое, что интересно, был какой-то такой спор, там политика была, что я занял одну позицию, ну, противоположную своей, которую я считал своей, и потом стал с ним спорить. А в конечном итоге победил тот, другой я, то есть, я думаю, действительно, его позиция оказалась гораздо более убедительной, и там никто и так и не заметил подвоха, что был спор одного человека друг с другом, вот. То есть, это вот уже такая релятивистка, а для мудрого, просветленного истины, в принципе, вообще нет. Может быть, также для блаженства само существование есть истинное, вот оно вот есть такое, но в отличие от блаженного он может высказывать истинные высказывания. Блаженный не может высказать ничего, он, в принципе, молчит. Вот. А мудрый, он спроси вопрос, вот каков будет вопрос, такой будет истинный ответ на него. Подойдет ватник, спросит, а вот так он ответит ему истинно, вот в этой его, даже не задумываясь о логичности, о теоретичности, о позиции. В него это просто в этой точке будет вот данная истина. То есть, здесь мудрый четко различает истину и истинность. Вот то, что я говорю, это истинность. Это слова, которые обладают истинностным значением в некотором контексте, с некоторой точки зрения, в некоторой проекции, для конкретных людей в конкретной ситуации. Ну, как в анекдоте, и ты прав, и ты прав, и ты, женщина, права. Вот. На этом предлагаю закончить.